Иисус Христа Что можно было увидеть в Иисусе Христе, когда Его взяли, связали, надругались над Ним, привели к Пилату и сказали о Нем, что Он называет Себя Царем. И кто мог увидеть в лице Иисуса Христа тогда того царя, царя Израиля? В Иисусе написано, что лик Его был обезобрачен паче всякого лица. И не было в Нем никакого вида, невеличия, и люди уничижали Его. Но перед Пилатом стоял царь царей, слава Господу. И Он ему сказал, ты говоришь, ты говоришь. Кто сказал Пилату, что перед ним стоит царь? Кто сегодня перед... Кто мог сказать нам, что мы сегодня стоим перед царем Израиля, перед тем царем, перед которым преклонится всякое колено. И всякий язык будет исповедовать Иисус, что Иисус Христос, славу Бога Отца. Да, люди всегда хотели, знаете, иметь царя над собою. Мы помним в книге, в первой книге царя, когда Самуил, пророк Божий, последний судья из судьев Израилевых, оканчивал свой уже жизненный путь, и сыновья его не ходили правильно, уклонились, написано, в корость. И тогда народ пришел к Самуилу и сказал, дай нам царя, поставь над нами царя, как у других народов. И знаете, когда Самуил услышал эти слова, он понял, что люди отвергают царство Божье. Царство Бога, которое было над ними. Ибо до этого времени только Господь Бог был в Израиле, единым царем, который был и его законодателем, и судьею. И он дал Израилю закон, он дал Израилю устав, и он сказал, что если ты будешь исполнять весь мой закон, Израиль, то есть народ израильский, то придут на тебя мои благословения. И эти благословения, мы знаем, они были записаны, они и есть сейчас записаны во второзаконии, в последних главах второзакония. Там есть те благословения, которые Бог обещал народу Своему, как царь, как великий судья Израиля. И сегодня, друзья, мы приходим к этому царю. Мы должны поклониться нашему Богу, который воистину великий царь Израилев. В 94-м псалме мы прочитаем призыв к поклонению. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Его, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами». Кому сегодня стоит поклоняться? Или чему? Что есть то, что сегодня достойно поклонения нашего, каждого человека? Вы знаете, написано, что люди не перестанут кланяться богам серебряным, золотым, деревянным. Почему-то люди ищут чего-то того, вот знаете, от чего они зависят, или без чего они не могут жить, и это называют богами. Но Слово Божие говорит нам о том, что есть истинный Бог, есть истинный Царь, единый, которому стоит и нужно поклониться, тот, от которого все. И мы читаем дальше в этом псалме, 4 стих, «В Его руке глубины земли и вершины гор, Его же, Его море, и Он создал Его, и сушу образовали руки Его». Мы видим, что поклонение Богу – это достойная честь каждого человека, который осознает то, кто есть Бог. Слово нам говорит, что почему Ему надо поклониться, почему Богу надо воздать хвалу, потому что все Его. Слово Божие говорит в Откровении, мы читаем с 4 главы «Великую славу Бога на престоле». Когда Он сидит на престоле, мы читаем, что все воздавало Ему хвалу. Иоанн пишет славу, которую воздавали живущие на небесах. 4 глава Откровения, с 1 стиха. «После сего я взглянул, и вот дверь отверства на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, зайди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после сего. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». 5 стих. «И от престола исходили молнии, и громы, и глазы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые сот семь духов Божьих. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, и есть, и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Слава Господу! Слово Божье нам говорит, друзья, что именно потому, что Бог есть владыка всего, именно потому, что Бог есть творец, и все, по воле Его все движется и существует, именно поэтому и только даже поэтому Бог достоин хвалы и славы, потому что мы видим Его царство. Написано, «Откройте врата, и войдет царь славы». Господь, Он хочет войти в душу каждого человека. Это царь царей, Господь господствующих. Это тот царь, который стоял перед Пилатом в обезображенном виде, и Пилат его спрашивал, «Ты есть царь?» «Да, Он есть царь». Написано, что Бог поднял его во славе своей и дал ему славу превыше всех престолов земли, превыше всех царей, начальств, властей. Это мы читаем в Откровении филиппийцам 2 глава 9 стих. «Он, будучи образом Божьим» – 6 стих – «не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и до смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних». И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца. Вот мы видим, друзья, что именно такого царя, такого акца, Бог Отец, Творец, Который сотворил все видимое и невидимое, людям дал своего царя, людям дал своего сына, те, которые требовали и говорили – дай нам царя. Но мы знаем, что те цари, которые были у Израиля, не вполне поступали по Слову Божьему. Мы знаем, что был Аса праведный царь, и Осия, Охозия был праведный царь у иудеев, и еще были, Иосафат был праведный царь. Но как бы они не были праведны, мы знаем, что они делали ошибки. Они делали не вполне так, как хотелось бы Богу до конца, чтобы они царствовали. Кто-то уходил, знаете, кто-то гордился, кто-то забывался. Аса, мы знаем, возгордился, когда одержал победу над эфиоплянами. Второй раз он заключил совет с сирийцами. И пророк пришел и сказал, почему ты не уповал на Господа? Почему ты в этот раз поступил не так, как должно тебе поступить? И мы знаем, что Аса, он уклонился и не взыскал Господа. И он не послушался того пророка. Он отверг его, посадил его в темницу и притеснял даже свой народ потом в дальнейшем. Точно так же и Иосафат, знаете, он прекрасный был царь. Он истреблял идолов в Израиле, высоты истреблял, укреплял города свои иудейские, укреплялся, и Бог его укреплял. Но потом он зашел в союз с нечестивым домом Махава, и Бог разбил его корабли, которые он думал с ним вместе ходить. И мы видим, что эти цари и как бы люди, которые сегодня царствуют над нами, что мы видим? Мы видим далеко не то, чтобы мы хотели видеть справедливость, чистоту, правду, заступничество. И поэтому Бог показал своего царя, Бог показал своего сына кроткого, который шел, вы знаете, в Иерусалим, когда он ходил на осле. Он был царем Израиля, но он был кроткий и смиренный агнец перед Богом. И написано, поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних. И сегодня, друзья, Господь, Он не поменялся. Написано, что Он вознесся и сел одесную Бога Отца. И в Откровении написано о том, ту славу, акция, которую Он сегодня имеет. это слава Божья, которая принадлежит сегодня тебе и мне. Это слава, которую Господь хочет сегодня излить на нас, на народ свой. В Слове Божьем есть написано, «Придите». Дальше. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицем Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, овцы руки Его». «Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его». В другом месте написано, «Познайте, что мы есть овцы Его». «Познайте, кто мы есть народ Его». И Господь сегодня хочет славу Сына Своего, которой Он прославился в этом мире. Сегодня эту славу Господь хочет излить на нас, чтобы мы сегодня ходили в этой славе, чтобы мы славили Бога в словословии и в благолепии святыни, чтобы мы сегодня радовались с чистыми сердцами, как написано, праведным, прилично славословить. Бога прилично славословить праведным, тем, которые с чистыми сердцами приходят к престолу Его. Это и есть та жертва хвалы наших уст, которая благоугодна и благоприятна Богу. Господь сегодня хочет царствовать в каждом нашем сердце. Именно для этого Он послал Сына Своего, чтобы войти в наши сердца, чтобы сегодня царство Его, царство истины, царство Его правды, жезл правоты, сегодня Он жезлом восстал в наших сердцах, чтобы Его жезл правды и правоты сегодня царствовал в наших сердцах и в наших душах, чтобы не грех над нами царствовал, но царствовал Царь правды, Иисус. Пусть Бог благословит нас, друзья, чтобы мы понимали, перед кем мы стоим, кто есть наш царь, царь правды, царь мира. Слово Божие говорит о том, что наш Господь, Он есть царь мира, царь Салима. Царь того Иерусалима, нового Иерусалима, в котором войдут все народы, все племена, все языки. И те цари, которые будут царствовать праведно, написано, принесут славу свою туда. Вот, друзья, наш царь, вот наш Господь и Бог. Вначале было Слово написано, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И все через Него начало быть, и ничего не начало быть без Него. И поэтому мы сегодня, и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели Его в славу, в славу, как единородного от Отца. Пусть, друзья, это слава, слава царя царей праведного, который возненавидел беззаконие и возлюбил истину. Милостивый Царь, который судил и правил на земле, он пришел для того, чтобы дать суд угнетенным и бедным. Для того, чтобы ввести измученных, вывести измученных на свободу, дать прозрение слепым. И он пришел и сказал, я пришел в этот мир на суд, чтобы те, которые не видели, стали зрячими, а те, которые видят, чтобы стали слепы. Для того, чтобы народ увидел, наконец-то открыл глаза, что есть истина, что есть правда. И кто есть Бог? Какой Он есть Бог? Он сегодня есть Бог милующий, Он сегодня есть Бог прощающий, Он сегодня есть Бог призывающий в Царство Свое. В Царство написано Света. Вот в какое Царство Господь сегодня призывает нас. И если кто сегодня еще есть в служении, которое первый раз может быть, или никогда не знал еще об этой милости Господней, сегодня Царь Царей, сегодня Господь Господствующих, Он сегодня приглашает в Свое Царство. Сегодня еще дверь Его открыта в небеса, в небесное Свое Царство. И Христос пришел с этими словами, покайся, покайтесь, ибо приблизилось к вам, что Царство Божье, Царство Небесное. Пусть Бог благословит нас, друзья, чтобы мы поклонились, как написано, придите и припадите к Нему. Давайте припадем к нашему Царю Царей. Аминь. Спасибо. Спасибо.